И вновь отправка. Сегодня 24 октября состоялись проводы очередной команды новоуральцев, призванных на воинскую службу в рамках частичной мобилизации. Наши горожане отбыли к пунктам обучения и боевого слаживания. Их провожали близкие люди, друзья, коллеги по работе. К убывающим к местам службы мужчинам обратились военный комиссар Новоуральска Алексей Верхотуров, заместитель главы по общественной безопасности Сергей Бровин и отец Дмитрий, настоятель храма во имя Казанской иконы Божией Матери. Он благословил наших защитников. Дорогие новоуральцы, сегодня мы провожаем наших земляков. Что тут митинговать и долго говорить. Давайте пожелаем им прежде всего здоровья, чтобы они живыми, здоровыми вернулись к нам. Не забывайте свои семьи. При малейшей возможности сообщайте о себе. Хочется вам, у кого есть желание, кто это понимает, вручить иконочки, молитвословы, поясочки, чтобы вы, находясь в зоне, чтобы вы призывали имя Божие, и Господь обязательно вас сохранит и вам поможет. Проводы всегда проходят со слезами на глазах. Близкие делают фото на память. Напутствуют своих мужей, сыновей, отцов, братьев, друзей, коллег. Количество новоуральцев, отправившихся в это непростое время выполнять свой воинский долг, сегодня стало больше. С момента отправки мужчины являются военнослужащими и вносятся в штат Министерства обороны и с сегодняшнего дня зачислены на все виды военного довольствия. Все собравшиеся едины в своем порыве. Те, кто пришел проводить мобилизованных новоуральцев, желали им удачи и поскорее вернуться домой, к своим семьям, в родной Новоуральск. Весь город ждет их обратно. Все мобилизованные мужчины будут защищать страну, но их семьи, в свою очередь, не останутся без поддержки государства. Гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлены сроки предоставления налоговых деклараций, отчетов о движении денежных средств по счетам. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение в том числе распространяется на предпринимателей, которые являются руководителями одновременно, единственными учредителями своих компаний. Отсрочка будет действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и еще несколько месяцев после ее завершения. И в Свердловской области разработан комплекс мер соцподдержки членов семьи уральцев, мобилизованных для участия в спецоперации. Об этом в ходе брифинга рассказали председатель регионального заксобрания Людмила Бабушкина и исполняющий министр образования и молодежной политики области Юрий Бектуганов. По словам Людмилы Бабушкиной, парламентарии инициировали внесение поправок в действующую статью 33.1 закона об образовании в Свердловской области. Согласно им, меры поддержки будут распространены на школьников и студентов. Рассмотрение законопроекта запланировано на 25 октября. В рамках данных мер предусматривается предоставление горячего питания, завтрака или обеда школьникам с 5 по 11 класс, а также обеспечение питанием, одеждой, обувью и другим инвентарем студентов среднего профобразования. В случае необходимости студент может заменить данное соцобеспечения денежной выплатой. Рассказала председатель областного парламента. Она отметила, что перечисленные меры позволят серьезно поддержать семьи участников СВО, в том числе мобилизованных и граждан Российской Федерации, вынужденно покинувших территории ДНР и ЛНР и находящихся на Среднем Урале. Как сообщил Юрий Бектуганов, в числе мер социальной поддержки, глава муниципалитетов рекомендовано отменить плату за посещение детсадов детьми мобилизованных, увеличить время работы дошкольных учреждений и создать группы продленного дня. Сегодня есть у нас 19 здравительных лагерей, работающих круглогодично в муниципальных образованиях, подведомственных именно муниципалитетам и предприятиям, которые готовы сегодня оказать такую поддержку. В соответствии с областным законом глава муниципальных образований также выделено финансовое средство на проведение оздоровительных мероприятий в каникулярное время для наших школьников. И поэтому точно так же мы рекомендуем в первую очередь за счет этих выделенных финансовых средств организовать оздоровление, помощь, поддержку семьям, детям, мобилизованных граждан и участников контракта, кто по контракту сегодня находится на участке боевых действий, и для тех, кто добровольцами ушли сегодня из Фридловской области. Поэтому и в перспективе мы также обращаемся к главам муниципальных образований, чтобы внесли изменения в постановление глав муниципальных образований. Сейчас в части в первую очередь оказание поддержки и помощи при организации летней оздоровительной кампании именно данным семьям. Для получения любой из перечисленных льгот и мер поддержки родителям нужно предоставить в образовательное учреждение заявление на имя руководителя и справку из военкомата о мобилизации кормильца. Добавим, что во всех муниципалитетах сформированы волонтерские отряды, которые оказывают помощь родителям в сопровождении детей, в детские сады и школы на дополнительные занятия. Получить такую поддержку можно, позвонив по телефону горячей линии российского движения «Мы вместе» 8 800 200 34 11. В Новоурайске были решены все организационные вопросы. Так, с 10 октября в школах города дети мобилизованы, граждан получают бесплатное питание. Также решен вопрос компенсации семьям оплаты за посещение детских дошкольных учреждений с 1 октября. И это не все меры. Так, 272 семьи сегодня нуждаются в помощи, в том числе это семьи и военных. 113 – это те, у кого дети ходят в садик, а 159 – в школу. Подробнее обо всем рассказала Татьяна Аленькина, начальник управления образования администрации Новоуральска. Есть у нас и другие льготы. Например, готовится постановление о том, что платные образовательные услуги, которые предоставляются в наших учреждениях дополнительного образования, центр внешкольной работы, станция юных техников, центр диагностики и консультирования, а также детская художественная школа и детская школа искусств, будут также предоставляться бесплатно. И еще, наверное, одна категория, которая не менее значима и важна, хотя она не касается финансовой, материальной составляющей. Психологической поддержкой, помощью занимается центр диагностики и консультирования. И буквально уже за тот короткий промежуток времени обращения в центр были. И специалисты центра оказывают и медицинскую помощь, и психологическую, и педагогическую. И с 1 ноября еще раз хочу подчеркнуть, что эта помощь будет оказываться бесплатно. В ближайшее время выйдет постановление. Это постановление касается работы дежурных групп. На сегодняшний день у нас было всего одно обращение родительницы, которая не может, работает два через два, и в те два дня, когда она работает по 12 часов, она, конечно же, не может полседьмого забирать ребенка. Детский сад создал условия. Сейчас они на условиях волонтерской деятельности, волонтерского движения организовали помощь этой семье. Но вот в ближайшее время постановление выйдет, и тогда просто будет изменен график работы тех педагогов, которые работают на группе, которые посещают такие дети. И эти группы будут работать с полседьмого до половины девятого или до девяти. Правительством Свердловской области на очередном заседании 20 октября было принято постановление, закрепляющее единовременные денежные выплаты для членов семей участников специальной военной операции, в том числе родным уральцев, призванных в рамках частичной мобилизации. Принятый областным кабмином документ предусматривает, что родные свердловчан могут получить единовременную выплату в 20 тысяч рублей на семью, а также аналогичную сумму на каждого из детей военнослужащего. Надо подчеркнуть, что у нас заложено два механизма получения такой выплаты. Основной механизм – это беззаявительный, реестровый. Соответственно, муниципальными образованиями будет в адрес управления социальной политики направляться реестр семей и несовершеннолетних детей. Значит, мы сами проверим по межведомственным запросам всю необходимую, соберем всю необходимую информацию о заключении выплат. И, соответственно, эта выплата будет приводиться на банковские счета граждан. Второй способ мы также предусмотрели. Это заявительный способ, потому что какая-то информация, допустим, может отсутствовать сегодня у муниципального образования. Постановлением правительства установлено, что выплата должна пройти не позднее 26 числа месяца следующего, за месяцем, когда было принято решение о ее назначении. В Новоуральске консультацию по данной выплате можно получить в управлении социальной политики. Номер 20 по городу Новоуральску. По телефонам специалистов 5 40 70, добавочный 200 201 403. Отметим, что в эти дни посильную помощь мобилизованным мужчинам оказывают и просто неравнодушные горожане. На минувшей неделе в пятницу на Новоуралочке серебряного возраста собрались в детской библиотеке. Они присоединились к акции «Носки солдату». В душевном кругу динамышников женщины вязали бойцам носки. Ведь это так просто сделать что-то своими руками. Одновременно это настолько важно – оказать и поддержать тех, кто убыл из родных мест, защищать нашу родину. В наше непростое время библиотека присоединилась к акции, которую объявила церковь поселка Верхневенска. Вообще эта акция проходит по всей России. Все, кто желающие, горожане, гости нашего города, те, кто хочет помочь нашим мобилизованным, они приходят к нам в библиотеку и вяжут носочки. У меня сын там сейчас. Я связала две пары носок, и он их взял туда. Я знаю, что эти носки я вяжу плотненькие, такие, с хороших ниток, что они долго не сносятся у него. Такие вот и вяжут женщины сейчас. Понимаете, магазинные, но все равно не то. Ну и магазины надо покупать, отправлять, чтобы побольше было этих вещей. Сейчас холодно будет. И вообще сам даже позыв – это здорово, что женщины откликнулись. Отметим, что на штабе по оказанию помощи мобилизованным семьям и солдатам не раз звучало, что нашим защитникам нужна теплая одежда, носки, термо, белье, варежки и многое другое. Любой желающий также может присоединиться и помочь теплыми вещами мобилизованным новоуральцам. Мобилизованным новоуральцам.